Радостный день со слезами на глазах встретили в Розовской средней школе Русскополянского района. В день памяти погибшей в советские годы пионервожатой Таисии Мунгаловой в образовательном учреждении села Балагой состоялся традиционный прием в пионеры. На этот раз красные галстуки повязали десяти учащимся. Каждый из них произнес слова клятвы, в которой пообещал с честью и достоинством носить частицу красного знамени. Подробности в нашем сюжете. Но разные у нас восходы и закаты, поэтому не просто вспоминать когда-то. Мы помнить их должны всегда. Показал небе яркая звезда. Каждый год ближе к весне в Розовской средней школе села Балагой вспоминают давно ушедших, но все еще не забытых земляков. Таисию Мунгалову в день ее рождения. Пионер-вожатая погибла совсем молодой, вместе с десятками учащихся этого образовательного учреждения. Их жизни унесла масштабная железнодорожная катастрофа под Уфой. Искра девичьей фамилии Мунгаловой не погасла навсегда. Огонек памяти все еще горит в сердцах односельчан. Это было чудо-человек. Только одни солнечные воспоминания. Нам всегда было с ним хорошо, тепло. И мы счастливы были. Мне кажется, учителя прилагают все усилия, чтобы с детьми сохранить самые хорошие отношения. И в дальнейшем, чтобы мы оставались всегда друзьями с детьми. Не просто дети уходили в будущее вдаль, а чтобы мы оставались с ними на протяжении всей жизни друзьями. Несмотря на то, что жизни пионеров и их вожатые оборвались больше 30 лет назад, любимая всеми Искра и сегодня остается примером для учителей Розовской средней школы. Общительная и веселая она всегда старалась привнести в свой труд свежие идеи и вдохновляла всех без исключения ребят и педагогов. Неудивительно, что отмечать день рождения Мунгаловой приемом школьников в пионеры – давний обычай для всего села. Эта добрая традиция, мне кажется, должна вернуться не только в нашу школу или в ряд других школ. В сотни, в тысячу, а может быть, во все школы, которые были потеряны почти 30 лет назад. Традиция, которая объединяла всех ребят, согревала их теплом, дружбой, честью, справедливостью, свободой, доблестью, отвагой. И воспитывала искренние патриотические чувства. Пионером быть – это когда ты не бросаешь своих родственников, помогаешь друзьям хорошо, учишься и никогда не бросаешь друга в беде. Пионером – это всегда послушно быть и всегда служить своей родиной школы. Сегодня мы надели галстуки и будем всегда любить свою школу и любить пожилых, которые все прожили. Помогите, нанеси пакеты, я вот подниму и нанесу им до дома. В своей стране, наверное, спесекаю, клянешь себе родина родная. Дома будешь строить, водить поезда, чтобы нужно быть везде и всегда. В этот раз старшие товарищи повязали красные галстуки десяти пионерам. Слова клятвы школьники произнесли в торжественной обстановке и в присутствии почетных гостей. В который раз мероприятие посещает депутат-коммунист Омского городского совета Михаил Федотов и секретарь местного отделения КПРФ Русскополянского района. По словам Любови Тонконоговой, сохранение советской атмосферы в учебном заведении у власти имущих особых восторгов не вызывает. Тяжело очень общаемся с главами сельских поселений, потому что в основном правящие партии они. И вот это школа Балагойска, где лояльный очень директор, возрастной человек, который сам когда-то был пионером. Поэтому мы нашли общий язык. Приезжаем сюда уже много лет. Традиция наша теперь стала. Это праздник, потому что сегодня вступило 10 человек, пионеров, которые стали по возрасту не только старше, но и по зрелости старше. И я считаю, что это необходимо. И то, что школа проводит учителя и директор школы, каждый год это мероприятие, это правильно и нужно для нашего поколения. Отряд розовских пионеров – пример для подражания и гордости образовательного учреждения. Воспитание в советских традициях, говорят учителя, помогает поддерживать тёплые взаимоотношения между старшим и младшим поколением. Особая атмосфера заметна невооружённым глазом. Словно и не было всех этих неспокойных лет. Среднюю школу села Балагоя обошли печальной тенденцией современности. Здесь царят уважение педагогам, дружба учащихся и стремление сделать мир лучше.